Ребята, всем привет! Перед тем, как начать смотреть это видео, я хочу сказать о том, что на канале All Things Hair вышло новое видео с моим участием, где я показываю, как сделать очень красивую прическу на учебу, в университет или на работу. Так что, если вам интересно, я оставлю ссылочку на это видео под моим видео в описании. Всем приятного просмотра! Всем привет-привет! Я Сара, ой, я Сара, а это Женя, потому что меня назвала это мама. Посмотрите, какая у нас коробка! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео мы снимаем вместе с Сарочкой, моей доченькой. Я хочу извиниться перед девушкой, которая прислала нам эту посылку из Белоруссии. Ее зовут Ирина Владимировна, и у нее есть свой канал на ютюбе о красоте, она снимает влоги. Можете посмотреть ее канал, я оставлю ссылку под видео с удовольствием. Извини, пожалуйста, Ирина, что мы не могли долго снять это видео, мы просто разъезжали. Не знаю, что там внутри, может быть, еда, которая испортилась уже, а может быть, и не испортилась, если она законсервированная. Так вот, и вот Ирина прислала нам давным-давно эту посылку, мы никак не могли ее распаковать. Вот, наконец-то, мы вместе с Сарой решили распаковать эту посылочку и узнать, что там внутри. Белорусская почта! Так, я никогда не была в Белоруссии, слышала только положительное об этой стране. Хочу поехать. Я думаю, что здесь ничего не испортилось. Давай начнем с тобой с открытки. Женечка, мы тебя любим, оставайся самой собой и дальше, и радуй всех окружающих. Любви вашей семье. С любовью, Владимирова Ирина и ее семья. Ой, спасибо, очень приятно. По одному продукту, Сарочка, доставай, будем с тобой пробовать. Что это? Закуски со вкусом сыра. Открываем. У нас для этого есть ножницы? Да. А, запах сыра. Смотрите, я такого никогда не пробовала. Это вафли, на вид они как будто бы сладкие, но они должны быть соленые. Ну, мне кажется, они жирноватые. 500 калорий на 100 грамм. Немало. Так, теперь достаю я. Ого! Это у нас сухарики ржаные со вкусом сметаны и зеленью. Вкусненькие. Мне нравятся. Я ставлю оценку 8 из 10. Мне очень нравятся. А я, по-моему, 11 ставлю. Тебе понравились? Классный перекус. Они еще и ржаные. Вкусно. Трубочки вафельные с шоколадной начинкой. Любишь шоколад? А ты? Люблю. Выглядят они как в трубочке. Да. Фирма называется Видьба. С шоколадной начинкой. Вкусные, но сладкие. Ну, мне слишком сладкие. Много шоколада. Ставлю 7. Ставлю 100. Тебе нравится? Да. Мне кажется, тебе все нравится. Французский вкус. Полоски. Кондитерские новые. С ароматом грецкого ореха. Пробуем? Угу. Они действительно со вкусом грецкого ореха. Сухие напоминают сухой завтрак. Знаете, такие есть подушечки. Вот такого же цвета. С начинками разными внутри. Я ставлю 0. А мне нравятся, потому что они не слишком сладкие. Я ставлю 7. Антикризисные чипсы. Не грусти, покрести. 120 грамм. Картошки хватит всем. Краб. Помню, у нас в детстве были тоже такие чипсы. Они были очень дорогие. Я помню, когда мама их покупала, у нас был праздник в семье. Вкусненько. Крабом они не пахнут. А на вкус? А на вкус с крабом. Я ставлю 101. Мне нравится. 101 я ставлю. Тебе нравится? Да. Ну, на вкус напоминает крабовые палочки немножко. Хрустящие, сухие крабовые палочки. Ого. Следующее, то, что мне попалось в коробке, это огромная пачка чипсов. Это сладкие палочки. Полный пакет. Я знаю эти палочки. 160 грамм, и они очень мелкие. Обычно, знаете, такие крупные, а здесь такие маленькие-прималенькие. Воздушные, сладкие. Ну, как классические кукурузные палочки. Какой у нас? Я ставлю 101. Ну, ты такое любишь, да. Сара обожает кукурузные палочки. Я тоже в детстве их любила. Я находила всегда самую-самую обмазанную сахарной пудрой. Это была самая вкусная кукурузная палочка, которая больше всего в сахарной пудре. Вот она. Посмотри, хочешь, я тебе дам. Ага. Самая вкусная? Коркорн. Сара говорит, коркорн. Соленый. Соленый попкорн. А я люблю соленый попкорн. Нет, я люблю, ты должна попробовать, потому что... Потому что ты должна попробовать все, что в этой коробке. А ну-ка. Попкорн немного подсох, видимо, три месяца дают о себе знать. Ну, так вкусно. Это сгущенное молоко. На нем нарисованы аисты. Я помню, в детстве у нас была такая сгущенка, сделана в Белоруссии, не содержит ГМО. Только немножко, она слишком сладкая. Я уже забыла, какой у меня вкус сгущенка. Я сто лет не ела сгущенку. С блинчиками очень вкусно будет. Я очень много попила. Хватит. Знаешь, что это? Что? Жареный горох со вкусом васаби. Фу, я это лучше не буду пробовать. Ты боишься? Да. Как ты вчера лук съела? Забыла? Забыла. Со вкусом васаби. Понюхай. Так это горох. Я еще не видела, чтобы горох жарили. Обычно, знаете, фасоль жарят. Ну, или что-то там бобовое. Но не горох. Вкусно. Очень прикольная идея, почему у нас не жарят горох. Без консервантов не содержат ГМО с солью. Да. И с васаби. Но васаби я как бы особо не чувствую. Но это прикольно. Он не требует варки. Брусничный кисель со вкусом витамина С. Горячий. Я не люблю кисель. В детстве, в детском саду нам часто готовили кисель. А я не могла его пить. И нас заставляли. Даже воду не давали, я помню. А именно нужно было выпить только этот кисель. И мне было так плохо. Я помню, приходила домой, говорила, мама, я не люблю кисель. Она заставляет пить. А ты пьешь кисель здесь, в детском саду? Тебе нравится? У нас, Сара, разные вкусы. Потому что Сара больше похожа на Вову. А Вова ест все. Апельсинь и сахаром. Прикольно. Это настоящий и нежный вкус натуральных ягод и фруктов. Фруктовый мармелад. Его производят с 1870 года. Представляешь? Толстенькие. Дольки они не слишком тоненькие. Они прям толстенькие такие. В сахаре. Слишком много сахара. Даже хрустит. Не знаю, я такое не очень люблю. Тебе нравится? Из-за сахара. Я ставлю 100 миллиардов. Тебе нравится? Да. Я люблю, знаете, просто желе. Вот просто чистое желе. Чтоб оно было без сахара. Оно, честно, вкусное, но... Хрустит сахар, не могу. А вот это я люблю. Я считаю, что зефир можно кушать, даже когда вы на диете. Потому что он не такой калорийный. Очень-очень легкий. И одна зефиринка во вред вам не пойдет. Но от нее столько удовольствий. Ах, вкусно пахнет ванилью. По-моему, это село из валины. Давай напополам. Одну вот. Ой, такое нежное. Очень нежный зефир. Фу. Нельзя говорить фу. Невкусно. Он хрустящий тоже с сахаром. Знаете, бывает такой зефир. Вот его жуешь, и он очень легкий, воздушный. А вот этот жуешь, и снова сахар чувствуется. Сахаринки. Прям он весь из этого сделан. Но ощущения вот эти хрустящие на зубах немного отталкивают. Угу. Теперь я. Халва бобруйская. Халва бобруйская. Она в шоколаде, кстати. Прям кусочек немного. Я не люблю шоколад. У нас много батончиков. Мюсли. Мюсли я люблю. Это здоровый перекус. Да, я тоже люблю мюсли. На завтрак вообще замечательно. Злаки с лишней. Злаки с семенами льна. И злаки с клюквой. Давай с клюквой попробуем, чтобы все не раскрывать. Мне баба всегда покупает такие вкусные. Баба покупает? Угу. Видишь, какая баба молодец. Обожаю. Угу. Вкусные? Ароматные. Ароматные? Мам. В меру сладкие. И тут есть шоколад еще молочный. Ммм. Обожаю. Шарики кукурузные. Вкус шоколада. Сара, это тебе на завтрак. Здесь кенгуру нарисованы. Очень большая пачка. И шарики тоже очень большие. Халвич. Вафли халвичные. Там нарисован подсолнух. Мне, если честно, не нравятся эти вафли. Они жирненькие. Халва вообще не чувствуется. Еще в коробке у нас были две упаковки хлебцев. И последнее. Это у нас хлопья. Обычные мультизерновые хлопья. Фитнес. Пшеница, рожь, рис. Я думаю, что мы их не будем пробовать, а уже попробуем на завтрак. Так как мы наелись очень сильно. У нас здесь столько открытой еды. Как мы могли с тобой на ночь наедться сладкого? Не знаю. И что теперь нам делать? Ехать в больницу. Ну что, ребята, будем с вами прощаться. Я надеюсь, вам это видео подняло настроение. Ну да. Я надеюсь, что завтра я тогда приеду с садика. Будем тоже снимать видео. Сара очень любит снимать видео. И постоянно мне спрашивает. Мама, мы будем сегодня снимать видео? Мама, а мы будем сегодня снимать видео? Я всегда говорю, нет. Сегодня она так случайно спросила. Я говорю, да, будем. Она так обрадовалась. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это милое видео с этой замечательной кулемой. Кулемой. Пока-пока. Пока-пока.